Здравствуйте, уважаемые коллеги садоводы и огородники! Не думал я возвращаться к этой теме изготовления цепочек из ленты PET, но дело в том, что ко мне поступил заказ от сестры, естественно безвозмездный, для того, чтобы сделать ей штучек 20-30 цепочек. Вот и я решил этот процесс несколько напомнить вам технологию этого дела, уже в таком рабочем ритме. То есть я сейчас буду делать цепочки, буду делать, ну как бы пояснять, буду делать уже чисто производственно-технологический процесс. Я никогда не останавливался еще на одном аспекте изготовления изделий из пластиковых бутылок и PET-лент. Дело в том, что я как бы профессиональный эколог, а экологи бывшими не бывают. И здесь существует еще один аспект. Масса этих бутылок валяется на берегах рек, прудов и везде где-то угодно. Даже за грибами идешь, заходишь на километр в лес и там находишь пластиковую бутылку. Чем их выбрасывать на свалки, ну вполне можно их использовать и вот таким вот образом. Кстати говоря, объем не такой уж маленький за прошлый вот сезон. У меня ушло где-то порядка, ну четырех полных мешков этих бутылок. Так что эти четыре мешка на свалку не ушли. Ну у меня уже заранее тут лента была нарезана. Потихоньку я, попадется бутылка приличная, парочка, троечка, разрежу. Складывал все в пакет. Так что получилось этого дела много. Но я уже в своих видео неоднократно рассказывал об этих процессах. Поэтому, чтобы не выглядеть смешным, я особо повторяться не буду. Я просто буду делать и рассказывать, что к чему. Вот беру я подходящую форму, наматываю на нее претленту. Причем здесь не обязательно, ну как бы уж сильно стараться. Сейчас один нюанс я еще расскажу. Вот, наматываем мы примерно то расстояние, которое нам нужно. Вот видите, что получается иногда в бутылках. Вот край бутылки вот с такими точками. Но он нам в данном случае не помешает. Хотя в других ситуациях может и помешать. То есть вот эту ленту я все намотал. Снимаю ее с формы. Откладываем в сторонку. Находим нижний край, чтобы лишнее не резать. Вот у нас внутри. То есть мы резать будем по краю вот этой нижней ленты. Вот почему я говорил, что можно даже не стараться плотно наматывать. То есть если мы сейчас эту ленту всю сдвинем, вот таким образом, то ее ножницами перерезать достаточно трудно. А если мы ее немножко вот так раздвинем, то она очень легко режется ножницами. И получается у нас вот такие заготовки. Берем мы степлер и пошли по порядку. То есть берем ленту, наложили. Буквально так, чтобы было удобно работать с степлером. Делаем два скрепления. Потом мы их поправим. С помощью плоскогубцев. Я уже говорил, что скрепка не очень плотно прилегает. Она предназначена все-таки для того, чтобы держать бумагу. Ну, я уже показывал такие вещи неоднократно. Не знаю, видно здесь или не видно. Ну, то есть они вот имеют вот такие формы. Потом плоскогубцами их поджимаешь, и они получаются нормальные. А пока вот сидишь, вот это вот короткое оказалось. Так. Ну, сидишь, наложил где-то так, чтобы можно было ухватиться степлером. Ну, где-то сантиметра два. Следующую. Работа такая интеллектуальная. Умственная. Это я шучу. Потому что, в принципе, ничего сложного нет. И когда есть свободное время, можно запросто наделать столько, сколько вам нужно. Как вы видите, цепочка растет и растет. То есть, если, ну, я не засекал по времени, но на изготовление одной цепочки, ну, из моей практики, мне хватало 12 звеньев, то на это требуется всего, собственно говоря, минут пять, наверное. А то и того меньше. Вот. Ну, сам процесс уже достаточно вам надоел. Ну, просто хочу показать. Вот она растет, а растет потихонечку эта лента. Причем здесь, что еще удобно, они уже загнутые. Ну, как бы по форме бутылки это все дело остается. Достаточно удобно с ними работать. Не надо не сгинать ничего. Просто степлером делаем. Ну, вот если у нас одна намотка кончилась, наматываем другую и продолжаем. Можно другим цветом, каким-нибудь таким вот. Можно белым продолжить. И это, как бы, ну, декоративный какой-то эффект дает. Вот таким вот образом ничего здесь сложного нет. Так что я сестре за день-два сделаю штук пятьдесят, пусть пробует. Ну, она, собственно говоря, она уже оценила то, что у меня было в теплице, на цепочках. И я считаю, что тоже это самый рациональный способ подвязывания томатов, самый удобный и самый бюджетный, что тоже немаловажно. Ну, вот примерно это выглядит таким вот образом. Вот здесь у меня четыре ленты. То есть четыре цепочки уже сделаны. И таким образом будем продолжать это дело. На этом я с вами прощаюсь. Не обижайтесь на меня, что я повторяюсь. Это не от склероза. Просто у меня сейчас очень много идет, как бы, вопросов по этим делам. И вот соседи мои тоже просят научить их это дело делать, потому что эта вещь очень-очень интересная. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. Подписывайтесь на мой канал. Будем продолжать делать что-то еще интересное. Так, естественно. Продолжение следует...